Добрый вечер! В эфире «Весь Карачаево-Черкесия» в студии Руслан Бухаев. В Москве на пленарной сессии «Пространство будущего» Северокавказский макрорегион рассказал об итогах развития в республике туристической отрасли в 2023 году, провел рабочую встречу с первым заместителем председателя ЦК КПРФ зампредом Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Юрием Афониным. Глава республики Рашид Тимрезов вручил орден за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой народному писателю Адыгеи Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, герою труда России Исаку Машбажу. Также им было принято решение о новых кадровых назначениях в социальном блоке правительства республики. В этом месяце вице-премьер российского правительства Марат Хуснулин отметил Карачаево-Черкесию в числе лидеров по реализации нацпроектов. В регионе размер единовременной выплаты заключившим контракт с Министерством обороны России увеличен до 1,5 млн. рублей. Участник специальной военной операции из Карачаево-Черкесии Амир Акко стал победителем премии «Лидеры России. Признание». Сегодня в России отмечается профессиональный праздник – День государственной инспекции безопасного дорожного движения. Снижению смертности и травматизма, а также улучшению качества автомобильных дорог было посвящено заседанию круглого стола в штабе общественной поддержки Карачаево-Черкесии. Майя Хамдохова подробнее. В штабе общественной палаты Карачаево-Черкесии для обсуждения актуальной темы по вопросу снижения опасности на дорогах собрались депутаты, представители регионального отделения партии «Единая Россия», различных министерств и ведомств. Открыла круглый стол заместитель руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Фатима Карданова, который озвучила главные вопросы и жалобы жителей республики. В этом году в рамках этого проекта был проведен опрос жителей республики, участников дорожного движения на предмет, по их мнению, наиболее опасных пешеходных переходов, на предмет наиболее опасных перекрестков дорог и участков дорог. От республики поступило 906 обращений по различным локациям. Все эти обращения граждан были направлены в органы исполнительной власти республики, в различные министерства отраслевые, ну и, соответственно, в муниципалитеты. В рамках федерального проекта «Безопасные дороги» участники встречи детально обсудили каждый вопрос и всевозможные варианты их решения. Так, например, пешеходный переход по улице Космонавтов в районе торгового центра «Атлантик» в ближайшее время будет совмещен с искусственной неровностью. В ходе обсуждения обозначили план мероприятий по улучшению и повышению качества безопасности дорог, социальных баннеров и дополнительное патрулирование на выявление нарушений правил дорожного движения. К дискуссии по вопросам автомобильных дорог, светофоров и пешеходных переходов присоединился Рустам Муков, инспектор дорожного надзора по Карачаево-Черкесии. Он отметил, что после проверок с выездами на участки в списке наиболее важных и опасных объектов обозначили 22 пешеходных перехода, 9 перекрестков и 3 участка автомобильных дорог. Наиболее опасные участки пешеходные переходы, перекрестки, где необходимы. По нашему мнению, предпринять какие-то, делать план мероприятий, чтобы они более стали безопасными для участников дорожного движения. В Абазинском районе, в Хабецком районе. И также касается перекрестков, наиболее опасные перекрестки. По нашему мнению, где необходимо тоже провести план мероприятий, это по установке фотокамеров и видеофиксаций, чтобы они более стали безопасными. И установка светофоров. Майя Хамдохова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Увековечению памяти заслуженного учителя России, народного учителя Карачаева-Черкесии, академика акмеологических наук Сосламбека Юнусовича Джанибекова, было посвящено мероприятию в родном ауле педагога на базе музея, которую он долгие годы возглавлял в ауле Учкулан. Прошел конкурс авторских стихотворений «Край родной, а тебе я пою», посвященный дню его разведения. Для участия в нем принимались авторские произведения на русском языке, повествующие об истории, богатстве и разнообразии Карачаевского района. Конкурсанты старались выразить свои чувства, проникнуть в сердца слушателей. Выступления чтецов произвели яркое впечатление на гостей и членов жюри. Итоги будут подведены в ближайшее время. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии облачность. Местами кратковременная дождь и гроза. В первой половине ночи в отдельных районах сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, сильным ветром 20-25 метров в секунду. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19. В горах местами плюс 7, плюс 12. Днем плюс 28, плюс 33. В горах местами плюс 19, плюс 24 градуса. В Черкесии без существенных осадков. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18. Днем плюс 31, плюс 33 градуса. По поручению президента России Карачаева-Черкесия продолжает активную работу в подготовке специалистов по самым востребованным направлениям для экономики региона и всей страны в целом. Об этом сообщил глава республики. Сегодня очень важно, чтобы студенты, будущие специалисты не только осваивали интересную им профессию, но и были уверены, что профессиональная образовательная организация окажет необходимое содействие в дальнейшем трудоустройстве. Именно на это и направлен федеральный проект «Профессионалитет», к которому регион присоединился в текущем году. На сегодняшний день в ней участвуют четыре профессиональных организации, а колледж индустрии питания и туризма и сервисов в Черкесске даже успешно прошел конкурсный отбор на предоставление гранта на оснащение учебно-материальной базы по отрасли, туризм и сфере услуг. Здесь уже создан образовательный кластер, который будет запущен в сентябре. Задача к 2030 году охватить проектом все профессиональные образовательные организации республики. С этой целью в ходе послания Народному собранию глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов поручил разработать дорожную карту, учитывая важность вопроса подготовки кадров. Также было поручено в рамках проекта открыть в республике центр опережающей профессиональной подготовки для ориентации и ускоренного обучения всех категорий граждан по наиболее востребованным новым и перспективным профессиям и компетенциям. Помимо этого, благодаря поддержке президента с 2025 года начнется капитальный ремонт колледжей участников проекта «Профессионалитет». На курорте Домбай прошел второй этап ознакомительно-образовательного форума «Моя культура», направленного на сохранение и распространение традиций и обычаев народов Карачаева Черкесии. В рамках мероприятия Качагу имени Умара Алиева организовал для жителей и гостей курортного поселка мастер-классы по приготовлению традиционных национальных блюд. Здесь была развернута большая кухня. Жители и гости курорта Домбай смогли увидеть, как готовятся самые известные блюда Кавказа, принять участие в приготовлении и дегустации. В первой школе Карачаевска завершила свою работу лагерная смена. Она стала продолжением образовательной программы «Орлята России». Призванной поддержать и развить познавательную активность у младших школьников на закрытии смены побывала Мадина Каракетова. Сегодня последний день пребывания младших школьников в лагере и это драгоценное время они решили провести с максимальной пользой. В первой половине дня клубы по интересам. Второй отряд сегодня повторяет правила безопасности, которым их учили в лагерную смену. Дети прекрасно знают, как вести себя на воде, в лесу, при нападении собаки и многое-многое другое. В одной из групп дети в течение всей лагерной смены учились разным премудростям сотворения красоты своими собственными руками и из подручных средств. Сейчас мы делаем поделку, она называется «Рыбки в аквариуме». Мне интересно, мы каждый день делаем новые наши поделки. Вначале мы делали аиста, вчера, например, делали жирафа. Милана рассказывает, что жизнь в лагерную смену у детей была очень насыщенной походы, познавательные игры, квесты, соревнования, скучать было просто некогда. Лучшая болельщица города очень сожалеет о завершении лагерной смены, ведь знания и навыки, которые им давали в течение учебного года в качестве дополнительных занятий, в лагерную смену приобрели совершенно другие краски. Советник директора первой школы Айджи Акачкарова рассказывает, что эта лагерная смена стала продолжением образовательной программы «Орлят России», направленной на улучшение познавательной активности младших школьников. Ребята по этой программе проходят очень много треков. Трек «Орленок мастер», дальше идет трек «Орленок лидер», где улучшаются их лидерские качества, каждый ребенок показывает себя как лидер. Следующий трек «Орленок хранитель памяти исторической». В этом треке мы очень внимательно изучаем историю нашей страны. Занятия завершены, самое время пополнить энергию. В столовой их ждет самый вкусный обед, приготовленный тетечкой Эльнурой, как дети ласково называют повара Эльнуру Уртенову. У нас меню на борщ, потом плов, компот с ягод, помидоры, огурцы, мороженое сегодня, абрикосы есть у нас. Вообще-то детям все нравится. Мне тоже нравится детям, что они мне не то, что спасибо говорят, они говорят вот так. Спасибо вам большое, очень-очень вкусно, и мне так приятно. Спасибо, Эльгура! Ура, очень вкусно! И вот он, волнительный момент расставания с лагерной сменой. Группы и их воспитатели подготовили интересную программу, включающую в себя театрные обстановки, викторины и концертные номера. Это было красивое и немного грустное расставание, но недолгое. Не за горами очередной учебный год, и эти дети вновь придут в любимую школу, не только отдохнувшие, но и подкрепленные массой новых знаний, умений и навыков. В Карачаево-Черкесии очень популярны разнообразные единоборства, но до последнего времени это не особо относилось к девушкам. Традиционно наши женщины являются хранительницами домашнего очага. Но сейчас все больше девушек увлекаются боевыми искусствами. По принципу красота может быть и с кулаками, живет и занимается спортом юная жительница аула Сарытуз Камиля Физиева. Да так успешно, что она выиграла первенство России по спортивной борьбе в дисциплине «Классический панкратион». Со спортсменкой познакомилась наш корреспондент Белла Джозаева. Самое интересное, что очень много лет назад профессионально совсем не женским видом спорта, а точнее армрестлингом, занималась мама Камили, Мадина Токова. Она даже выигрывала престижные турниры, но по семейным обстоятельствам ей пришлось оставить спорт. И поэтому она не была против, когда ее дочь увлеклась боевыми видами спорта. В самом начале Камиля занималась каратэко-косюнкай и армрестлингом, но так как в армспорте у нее не было соперниц, ей пришлось перейти в ММА. И Камиля так увлеклась смешанными боевыми искусствами, что стала сразу выигрывать различные соревнования. Я раньше смотрела видео, как дерутся мальчики. Мне это заинтересовало, как они дерутся, защищают друг друга. Я занимаюсь легкой атлетикой, кросс, четырехборья, иногда волейбол и основное это ММА. Цель спортивная – это достигнуть мастера спорта в будущем. Дальше уже как пойдет. Вообще-то в семействе физиевых спортом занимаются все. Так же, как и Камиля, боевыми искусствами занимаются ее старшие и младшие братья. А сама Камиля частенько представляется из школы на различных спортивных соревнованиях. Ну и, конечно, самым главным достижением юной спортсменки является ее победа на первенстве России. А до своего главного достижения она выигрывала множество республиканских и региональных турниров. Камиля говорит, что знает много девочек, которые хотели бы так же, как она, выступать, драться, у которых есть желание, но некоторым просто не разрешают. Но Камиле повезло – все домашние ее поддерживают. Я горжусь тем, что она любит спорт, целенаправленно занимается, и в дальнейшем она хочет стать уже мастером спорта. Она уже там кандидатскую защитила, и в дальнейшем хочет стать мастером спорта. Смешанные единоборства – это сочетание множества техник. Камиля каждый день оттачивает свои навыки, и уверенными шагами она идет к новым победам. По словам ее тренера Вячеслава Яковлева, все шансы стать титулованной спортсменкой у нее есть. Как показала практика с девочками, они очень упорные, характерные, сильные. Многие эти качества я не видел в ребятах, ну не во всех, конечно. Камиля – она очень исполнительная, то есть это одно из важных качеств спортсмена, то есть это дисциплина. Она всегда приходит во время на тренировку, выполняет все мои установки. То же самое это показала практика уже на первенстве России, то есть в финале, когда я что-то подсказывал. Она все установки полностью исполнила и сумела досрочно выиграть бой. В будущем Камиля хочет выбрать профессию стоматолога, но из спорта она уходить не собирается. У нее множество предстоящих соревнований и мечта – прибавить еще несколько поясов к выигранным трем. И, несомненно, любители женских боевых искусств увидят еще не один зрелищный бой этой одаренной спортсменки. Была Джезайва Алибастанов, Вести Карачаево-Чешкисия. Такими событиями отмечен этот день. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Лимитчицы». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин